5 июня отмечается День памяти святой Ефросини Полоцкой, небесной заступницы не только земли Полоцкой, но и всей Белоруссии. О жизни святой почти не сохранилось документальных сведений. Основным источником является житие преподобной Ефросини Полоцкой, согласно которому Ефросиния в миру предслава, родилась в Полоцком княжестве в семье князя Святослава Георгия около 1104 года. С раннего детства княжна была обучена чтению псалтырий и других книг священного писания. Любовь к книжному учению сочеталась у предславы с усердной молитвой, а внешняя красота с целомудрием. Слава о красивой, мудрой, скромной и набожной княжне распространилась широко, и многие князья просили ее руки, но предслава, отвергнув брак и земные блага, решила посвятить себя служению Богу. Тайна от родителей ушла в монастырь. Вскоре, по благословению епископа Полоцкого Ильи, юная монахиня поселилась в келье Полоцкого Софийского собора, где в храмово в скриптории переписывала книги, вела активную миротворческую просветительскую деятельность. Она самым решительным образом предотвращала ссоры и распри и между князьями, и между простолюдинами. Всем нуждающимся преподобная давала духовные советы согласно учению Святой Церкви, и многие, зная силу ее молитвы, приходили за духовной помощью и обретали ее. На свои средства построила две церкви в Полоцке, основала женские и мужской монастыри, ставшие центром просвещения в Полоцком княжестве. Для Церкви Святого Спаса по заказу Ефросини Полоцкой в 1161 году талантливым ювелиром Лазарем Бокшей был изготовлен на престольный крест, выполненный в форме шестиконечного креста высотой более полуметра. На склоне лет игумения Ефросиния решила выполнить свое давнее желание отправиться в паломничество на Святую Землю, поклониться Святому Гробу Господню. Получив благословение святителя Дионисия, епископа Полоцкого, преподобная отправилась в дальний путь в сопровождении брата Давида и сестры Евпраксии. Прибыв во Святую Землю, в Иерусалим, они остановились в русском монастыре в честь Пресвятой Богородицы. Преподобная Ефросиния трижды приходила на поклонение Святому Гробу Господню, обошла многие места, ознаменованные земной жизнью Спасителя. Но вскоре святая Ефросиния занемогла, и после 24 дней болезни 23 мая 1173 года предала свою душу Господу. Погребена была в монастыре преподобного Феодосия близ Иерусалима. В настоящее время мощи святой Ефросинии находятся в основном ею Полоцком в Спасо-Ефросиниевском монастыре. Святыней Белоруссии является поклонный крест преподобной Ефросинии Полоцкой. Судьба креста исключительно христианской святыни, также исключительна. В течение веков он кочевал по разным монастырям, несколько раз возвращался в Полоцк, пока не был утерян в годы Великой Отечественной войны и до сих пор не найден. В 1992 году во время празднования Тысячелетия Полоцкой епархии и Православной церкви в Беларуси было решено воссоздать поклонный крест преподобной Ефросинии Полоцкой. Воссоздание святыни поручили брестскому ювелиру-эмалировщику, члену Союза художников Беларуси Николаю Кузьмичу. 24 августа 1997 года митрополитом Филаретом освящена копия креста Ефросинии Полоцкой, которая в настоящее время хранится в Спасо-Преображенском соборе Полоцкого Спасо-Ефросининского женского монастыря. В 2003 году митрополит Минский Ислутский Филарет, патриарши Экзарх, всея Беларуси, обратился к президенту Беларуси Александру Григорьевичу Лукашенко с просьбой оказать помощь воссоздании раки святой Ефросинии Полоцкой. Президент поддержал инициативу митрополита Филарета. К работе приступил художник Николай Кузьмич. Рака создавалась по образцу утраченной. В Российском Государственном историческом архиве Санкт-Петербурга сестрами Полоцкого Спасо-Ефросининского монастыря было найдено несколько сохранившихся фотографий раки 1910 года, сделанных в начале прошлого века. 5 июня 2007 года в присутствии президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, многочисленного духовенства и паломников, прибывших на торжества, митрополит Минский Слуцкий Филарет, патриарший экзарх всея Беларуси совершил освящение раки для мощей святой Ефросинии. Прошло более восьми столетий после смерти Ефросинии Полоцкой, но и в наши дни образ просветительницы является символом духовной силы нации. Субтитры создавал DimaTorzok